всем привет с вами лорд альтаир надо приветствовать по-другому всем дискорд с вами лорд альтаир сегодня я буду делать на приобретенные мной фигурки в этом году недавно 2 по мальту пони и 1 и 1 чужой прошлый раз я уже делал обзор на фигурки мальту пони продал закрыл он еще бесполезный тут будет более лучше тут и качество окей лучше будет так чтобы начать так дать пойдем в таком порядке сначала обзор на apple jack потом чужой потом же twilight's tempest ok итак поехали apple jack из серии из фильма мальту пони the movie 2017 года так что не нужно сказать только внешний вид в набор в ходе от сама apple jack в пират пиратском снаряжении пропеллер как у карлсона да видно шиппинг rebel dash apple jack на apple jack на что-то повлиял это когда даже земным поням пределы вот эти крылья тоже странновато так рассмотрим отдельно поняну фонину и так что мы видим автофокусировка хромает так не так автофокусировка хромает и так у нас имеется пони с разумеется нарисованной кати маркой хорошо что они не позабыли нарисовать даже под одеждой которые вообще скрывает имеется меч который снимается меч шляпа тоже снимается но я снимать я не буду потому и фиг наденешь двигаются все детали голова лапы копыта задние лапы двигаются обычным способом по две передние с изгибом а ее летательном аппарате обыкновенный пропеллер приводит движение крылья какой от этого толк если либо крылья из пропеллер нажимая на эту штуку можно сделать будто она летает отличная понина я разумеется покупал со скидкой в детском мире кибер понедельник ссылку на покупку в описании кино я думаю это все что они рассказали коробка не сохранилась и выбросили но так сойдет следующий по списку чужой ксеноморф из фильма чужой завет получившие не самые лучшие рейтинги среди фильмов о чужих прометей кстати был получше но сама фигурка отличная фирма нека от больше 17 лет но при этом не младше трех хотя не знаю чё зачем такое ограничение короче тут что-то надо хотя он называется именно этот чужой называется протоморф а не ксеноморф потому что фильме чужой были два неоморф и протоморф неоморф это беленький такой а это протоморф открываем конечно я тоже открывал эти еще раз так внутри коробки имеется у нас такая картинка с яйцом так сам чужой вытаскиваем вот такой чужик так не сгибается много конечностей так конечности достаточно хлипкие для того чтобы вообще он стоял и не падал но никто не говорил что нельзя его поставить об какой-нибудь предмет можно конечно купить подставку от от некки за из-за их жадности конечно подставки придется покупать отдельно от фигурки так двойной рот тоже имеется к слову о челюсти вот тут видно что челюсть такая ровная вот ровная такая это что у него верхняя челюсть вылезает ладно это же неки что с них можно взять так у нас имеется гибкий хвостик блестящая голова как у всех чужих хотя с немного такими трещинками это же неки сама фигурка высоко детализированная как и коллекционная как и просто играть с ней в солдатиков тоже можно тоже достаточно хорошо подходит прочная достаточно выглядит да и ломаться в ней нечему так что как коллекционная как просто поиграться с ней очень хорошо пойдет хищник у меня про а у меня фигурка хищника если кто смотрел старый обзор который уже закрыт была фигурка хищника правда была съедена собакой но не важно прожила надолго и так чужой обзор можно оставить так как-нибудь так так чужой прошел нас чужого оценили следующее вот финальная финал финальная фигурка это tempus против twilight заметьте не искорка twilight итак у нас тут это она идет как коллекционная фигурка так что с ней поиграется деталь не отсоединяется какой любой серии guardians of harmony любой из этой серии фигурки не отсоединяется так что мы видим тут стоит у нас tempus который стреляет луч лучом энергии над которым от которого отскакивает twilight который пускает более слабенький удар энергии несмотря на то что этой сцены вообще никак не было показано в фильме на этой сцены нету вроде бы на каком-то концепт-арте она была что у нас тут из подвиженных деталей хвост tempus и крылья и все размер по ней всех одинаковые из этой серии вообще hasbro сейчас делают одинаково всех размеров по ней чтобы они подходили друг другу они конечно есть крупные версии варианты но это исключение так что у нас имеется так у нас тут имеется дворец с нарисованной cutie маркой слева посмотрим что с другой стороны с другой стороны cutie марки вообще не наблюдается да и выглядит как-то с этой стороны слегка убого явно что сделано что и что только с этой стороны можно поставить а с другой как-то не подумали если кому-то захочется поставить с другой стороны нет уже извольте ставьте так качество лучше чем селестия которая у меня была точнее стоп была она у меня и до сих пор есть селестия у нее вообще там cutie mark порезанная самосъездие порезанная из нормальных фигурок из этой серии guardians of harmony у меня только nightmare moon да дискорд нормальный вышел и вышли и я думаю на этом все 10 минутный обзорчик прошел так как я не очень умею обзоры делать на фигурки что могу сказать о качестве качество детали детализировано отлично все прокрашено идеально глаза все радует что у apple jack что у tempus против twilight что у ксеноморфа протоморфа запутаешься с ними качество высокая ссылку на покупку и ксеноморфа и twilight против tempus тоже будет так стоит ли заканчивать обзор на этом или еще что-нибудь хотя знаете я покажу как она без шляпы выглядит только время как она выйдет без шляпы хотя что там не снимается без шляпы а стоп не болтаю вообще можно все вообще можно с ним ну не полностью но вы кремель что-то с ней снять то можно так это будет сложнее чем я думал шляпу тоже будет сложно надеть вот так и меч саблю все на этом я заканчиваю обзор с вами был лорд альтаир и надеюсь будущие обзоры будут гораздо лучше и длиннее а не как сейчас сказал пару слов и болтаю чепуху так думаю возьмем к телефончик с которой я записываю детально покажу фигурки со всех сторон так с вами был лорд альтаир всем пока а